Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». Два дня до Нового года. У всех уже праздничное настроение и солнечная погода в декабре. Но когда будет снег? Синоптики сейчас о погоде. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4, плюс 1. В горах до 10 градусов мороза, а днем до 11 тепла и местами до плюс 5. Ночью на дорогах местами гололедится. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 3, а днем 8-10 градусов выше нуля. Необычный подарок новорожденным сделали в Республиканском перинатальном центре. Каждый ребенок при выписке получит костюм Деда Мороза. Подробности у Али Баташева. В семье Кумуковых огромная радость. Новорожденный Амиран, пятый ребенок и четвертый из сыновей. Мама Марьет с волнением готовится к выписке. Красно-белый наряд на ребенке смотрится ярко и необычно. Это Клаус, да, маленький. Предложили даже назвать его Клаусом. Это подарок на Новый год. И детям, и мне, и Можем. К сожалению, инициатива была не наша. Мы увидели эти замечательные фотографии, трогательные и очень такие новогодние, праздничные в соцсетях. И председатель правительства Гербекова Ирина Шановна предложила нам поддержать инициативу подмосковного родильного дома, которые придумали вот такую интересную вещь. Мы с радостью откликнулись и, конечно, с удовольствием поддержали эту инициативу. В отделении новорожденных еще пять маленьких граждан республики в костюмах Деда Мороза. Совсем скоро маленькие Дед Морозы войдут в свои дома и принесут радость своим близким, говорят медработники. Настроение хорошее. Санта-Клаусы маленькие ведут себя хорошо. Это большой праздник в преддверии Нового года. Хочу поздравить всех своих коллег с наступающим Новым годом. Желаю им крепкого здоровья, всех благ, всего им хорошего. Вот здесь целых пять маленьких Санта-Клаусов и для одной Снегурочки. Надеюсь, это исправят в следующем году и у нас будут и Снегурочки, и Дед Морозы. Мы специально сделали эти одежды, так скажем, чуть-чуть побольше, чтобы, ну, во всяком случае, всю зиму можно было бы пользоваться. Они тепленькие, мягкие. И я думаю, что мы будем узнавать на улицах малышей, которые родились в последнюю неделю Нового года и неделю после него. Будем узнавать на улице тех, кто родился у нас. Медицинский персонал перинатального центра поздравляет всех с наступающим Новым годом и искренне желает, чтобы свои маленькие Дед Морозы и Снегурочки были в каждом доме, в каждой семье всех народов республики. Али Баташев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. Активисты помогают создать новогоднее настроение там, где его не хватает. Волонтерский центр «Единой России» передал в ковид-госпитали республики елки и игрушки. Также волонтеры привезли новогодние подарки для детей работников лечебных учреждений, которые днем и ночью стоят на страже здоровья людей. Очень важно показать врачам, что о них помнят и их работу ценят. И сейчас надо постараться создать новогоднее настроение и для тех, кто спасает человеческие жизни. Предусмотрено новогодних подарков более 500 штук. Их получат все дети медработников, которые продолжают трудиться в красной зоне в трех ковид-госпиталях республики. Врачам, медсестрам, санитарам даже некогда, по-моему, в магазин сходить. Сейчас работа очень напряженная, потому что больных сейчас максимальное количество в нашем госпитале на утро 265. У нас максимальное, потому что остальные госпиталя закрылись. Работает только наш госпиталь, Джигута и республиканская больница. То есть количество койко-мест в республике уменьшено на 50%, потому что по республике спад. А когда у всех спад, у нас подъем, потому что мы всех больных забираем на себя. Поэтому выходных у сотрудников нету. Эти люди каждый день выходят на работу сменами от 6 до 8 часов. Поэтому, конечно, для них эти подарки очень важны, нужны. Я с радостью смотрю на эти нарядные кульки, елки замечательные. Единой России большое спасибо. Два дня до Нового года многие уже нарядили елку. А кто еще в раздумьях, живую или искусственную? Главное – красиво нарядить. Специально покупают красивые елочные игрушки. Сейчас пошла мода на старинные, даже антикварные. А еще сейчас возрождают ватную игрушку, которая была очень востребована еще до революции. Об истории ее создания и о мастере, которая воплощает сказочные образы, наш репортаж. Новый год в любом возрасте связан с ожиданием чего-то светлого и сказочного. Не только подарки делают это время волшебным, но и елка, украшенная игрушками. Особенно приятно сделать их своими собственными руками. Ватная игрушка давно исчезла с полок магазинов. В последние годы, когда все больше людей обращается к старинным традициям рукоделия, к нам вновь возвращается и ватная игрушка. Такая уютная, милая и домашняя, напоминающая о зимней сказке с белыми пушистыми сугробами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Все это великолепие можно увидеть в маленькой мастерской Зары Баровой в ауле Кошхабль. Началось ее увлечение несколько лет назад. Вдохновили работы известного художника Сният Хагур. На тот момент Зара уже была на пенсии. Времени было много и хотелось отвлечься от житейских проблем. И прямо вот заразилась. Это как вот болезнь какая-то. Вата притягивает. Вата теплая вещь. И вот историю посмотрела. С чего они начали делать эти ватные игрушки. Посмотрела несколько старых иллюстраций к журналам, каталогам. И я вот решила, что это мое. Зара Барова – учитель черкесского языка. В детстве, как и большинство детей, ходила в музыкальную школу, играла на фортепиано. Как она признается, родители приобщили к музыке. Папа был директором школы, мама – учителем. Особого интереса к рисованию и рукоделию не было. И спустя столько лет пришло вдохновение. Зара Барова поступила даже на курсы ватной игрушки в Москве. Не все сразу получилось. Но терпение, желание, любовь к творчеству оказались превыше. Вы можете вспомнить свою первую игрушку? И все ли тогда получилось? И что это было? Это было вообще что-то не то. Но это я сделала. И она со мной всегда еще. Вы можете показать? Конечно. Сейчас я вам ее покажу. Это крашеная вата. А это что у нас? Это мальчик у нас такой. Лицо было из пластика. Вот все, что я смогла сделать в этой работе. Это 10 раз переделана работа. И штаны 10 раз. И кофточки, и шапочки. Еще одна игрушка, с которой я никогда не расстанусь. Это вот эта игрушка. Это ученица Зара Бара. Зара Бара. Это, наверное, для себя? Да. Это я. Это я ученицей была в школе. В ватной школе мы учились. И я там решила сделать себе вот такую. Но это тоже опять корявенько. Опять. Вот это корявость. Вы знаете, я вот не вижу корявости. Вот это, а я уже как профессионал вижу, вот это мой дневник. Меня уже начала хвалить учительница, которая нас учила, Ира Блинова. На первый взгляд технология изготовления ватной игрушки достаточно проста. Занятие увлекательное, но кропотливое. Понадобится вата, проволока, клейстер и краски. Но еще красивые лица нужно вылепить из специального материала. И мастерица Зара, не имея специального образования, лепит как профессиональный скульптор. Да еще и дизайнер придумывает и ватную одежду для сказочных персонажей. Дед Мороз в ватной шубе, как и сказки Морозка. Образ падчерицы из 12 месяцев. Баба-яга, фигурки зверей. Игрушки, будто сошедшие с книжных иллюстраций. Знакомые всем с детства. Вот я хочу, чтобы мои игрушки тоже воспоминания какие-то давали. Надежду какую-то. Когда вешает человек, он надеется. Надеется, что в следующем году, да, даже домик, когда вешает, надеется, что в следующем году этот человек приобретет дом. В мастерской Зары Баровой творческий переполох. Куда ни глянь, игрушки. Одни уже полностью готовы, другие в работе. На изготовление одной уходит неделя, а бывает и год. Все зависит от вдохновения, признается Зара. Одна игрушка может стоять и год, и два года простоять. Если на него тяги нет, то не доделаешь. Начинаю, вижу, нет, на нее у меня творчества нет, и духа нет. Откладывается. Откладывается. И поэтому у меня на столе куча недоделанных игрушек. А потом возвращаемся. А потом возвращаемся. Возвращаемся и сразу из этой игрушки. Даже не то, что хотела я сделать, получается, а совсем другое. Я хотела тигра сделать, получил заяц. И такой приличный заяц, аж любо на нее смотреть. Елка украшена и советскими стеклянными игрушками. Наверное, у многих они сохранились. Это теперь реликвия. Такие уже не купишь. В доме Баровых бережно хранят семейные традиции. Елочные украшения в память о бабушке, как и этот старинный сундук. Как говорит Зара, каждая вещь – это воспоминание. Какого-то события или просто детства. И все эти ватные игрушки, созданные руками талантливого мастера, дарят нам радость и надежду. В канун Нового года я хочу пожелать, чтобы всю доброту, которую они накопили в этом году, унесли с собой в следующий год. И вот все, что плохое, все, что в душе осталось, тревоги, обиды, все осталось здесь в этом году. Чтобы они были счастливы в следующем году. И чтобы у них все получалось. Получалось и творить, получалось и зарабатывать, получалось все. Чтобы у них была надежда. Вот с этой надеждой, если мы уйдем в следующий год, так она все и пройдет. Надежды сбудутся, обязательно сбудутся. Потому что это мы, нас задумали. Дед Мороз есть. Я так думаю, что есть все же таки. И нужно верить в чудеса? Да, конечно. Если в чудеса не верить, для чего мы живем? Мы просто так, что ли? Нет. Верим, верим во все. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Хабейский район. Наша сегодняшняя гостья – настоящая оперная дива. Кроме того, она одаренный преподаватель музыки. Ее ученики не раз становились лауреатами различных конкурсов и фестивалей. И сегодня в эти минуты в нашей студии заслуженная артистка Карачаева-Черкесии, старшая преподаватель музыкального факультета КЧГУ имени Умара Лива Лейла Гагуа. О ее профессиональном творчестве и педагогическом поприще с ней сегодня поговорит моя соведущая Белла Джазаева. Они уже в нашей студии. Доброе утро! Я с удовольствием передаю вам слово. Доброе утро всем! Доброе утро, Лейла! Благодарю тебя за то, что ты нашла время и приехала наконец к нам в гости. Но будем говорить сегодня, наверное, все-таки больше на позитивные темы. Хотя вот последние два года они перевернули наш мир. Все было нелегко, все было, можно сказать, даже тяжеловато. Но тем не менее творческие люди вроде тебя, они, конечно, не могут сидеть без работы. Я знаю, что ты преподаешь, все так же развиваешься, все так же работаешь. Как прошел этот год у тебя? Ну, конечно, вот нельзя не заметить, что в связи с этой пандемией произошли очень большие изменения. Как бы сужился круг наших преподавательских возможностей. И не только выступать мы не могли все это время, а также ездить на определенные конкурсы. Потому что не хотелось рисковать как в своей жизни, в жизни маленьких детишек, детей, школьников. Поэтому, конечно, я сейчас больше ушла, действительно, как вы сказали, в преподавательскую стезю. Ну, несмотря на это, нам повезло, что в этом году у нас был конкурс карачаевский. Он назывался «Драйв». Ты участвовала? Мои детки участвовали. И моя девочка Медина Бегиулова, она выиграла первое место. Ну, в общем, я хочу сделать упор все-таки на твою преподавательскую деятельность сейчас. Ну, в данный момент, конечно. Как успехи вообще на педагогическом поприще? Вы чаще же онлайн работаете? Нет, мы работаем оффлайн тоже. Почему? Потому что у нас музыкальная школа работала, где я работаю уже много лет. Основная моя работа – это в университете, в Карачаево-Черкесском государственном университете на музыкальном факультете. Вот там у нас, конечно, проходили занятия больше онлайн. Но с детьми нам удалось поработать оффлайн. Лыла, я вот, знаешь, честно говоря, считаю, что тебе подвластны любые жанры. Также классика остается любимой? Ну, конечно, я же изначально обучалась как классическая певица. Это уже с годами мне стало интересно. Я уже как бы пробовала себя в разных жанрах. Ну, больше как бы эстрадный. Но моя основная – это как бы классическое исполнение. Ты всё ещё не поёшь джаз? Джаз я очень люблю. Джаз – это очень такой сложный жанр. Но, если честно, я ещё даже не пробовала. Это очень. Ну, у тебя всё получится. На мой взгляд. Ну, надо всё пробовать. Надо попробовать. Да, я думаю, получится. Вот что ты скажешь о том, что сейчас происходит на сцене? Я не могу сказать так грубо, что каждый, кому не лень, лезет на сцену. Это некрасиво, конечно, звучит. Грубовато. Грубовато. Но, тем не менее, так оно и есть. Очень много любителей певцов. Ну, просто очень много. Да, да. Как ты на это смотришь? Вы знаете, сначала меня тоже это как бы немножко вводило в такое вот непонятное было состояние, почему все лезут на эстраду. И не профессионалы, к тому же. Но потом я как бы, как сказать, переработала эту тему в своей голове. Почему? Потому что, вы знаете, музыка, вообще исполнение, оно же лечит. Оно лечит как душу, так и физически лечит. У меня, вот в Черкетке у меня была вокальная группа. Мы одно время выступали, даже на концертах. Но потом мне пришлось, ну, как бы распустить, потому что тяжело ездить в Карачаевск, в Черкесск. Но, вы знаете, мне часто родители приходили и говорили, Лила Ахмедовна, у нас ребенок перестал болеть. Такие случаи у меня очень часто были. И потом, вот сейчас ко мне приходят на занятия люди, взрослые уже состоявшиеся, зрелые женщины, которые хотят петь для себя, для своей души. Понимаете? Наверное, тогда это неправильно говорить, что людям нельзя петь. Я же вот поэтому и говорю, вот в связи с тем, что каждый человек хочет выразиться, да. А в чем ты выразишься, как не в музыке лучше? Да, эта точка тоже имеет право на существование. Поэтому на это надо смотреть уже так, понимающие. Ну, другое дело, что не каждый должен, конечно, лезть прямо на профессиональную, может быть, сцену. А так, конечно, каждый имеет право петь и творчеством заниматься. Поэтому я это только приветствую. Планы какие у нас? Все так же преподавательская деятельность? Ну, видите, вообще с годами больше уходишь в эту стезю. Ну, хочется еще, конечно, и попеть. Мне такие вот планы, я не хотела об этом говорить, но я скажу, я сейчас хочу больше уйти в народное творчество, в Ногайские песни. Об этом мне давно говорят. Корни зовут. Да, да. Мне много, часто говорят, что я не пою Ногайские песни. Но у меня мечта... Ты решила исправиться? В конце концов, я надеюсь, что это исправится, да. Я хочу, чтобы ты сегодня что-нибудь нам исполнила. Я попытаюсь, если это получится. Улетай на крыльях ветра, Ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, Где было так просторно нам с тобою. Я благодарю тебя, это было прекрасно. Я волновалась, мне тяжело было петь, честно. Это сложно, но это красиво. Постаралась. Спасибо тебе, творческих успехов. С Новым годом. Вас тоже, всех наших соплеменников, с Новым годом. Спасибо тебе. Спасибо. Мне тоже очень захотелось петь. Наши дорогие и уважаемые телезрители, заканчивается очередной год. И в преддверии нового хочется пожелать, Чтобы было как можно меньше потерь. Всем крепкого здоровья, Огромного счастья и радости в каждый дом. Сегодня в 21.05 смотрите информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. А мы уже встретимся с вами в Новом году. Приятного всем праздника. И до встречи в 2022. Каждый ребенок желает знать, Как на Кремлевскую елку попасть. Чуду навстречу открой свою дверь. Просто включай в Новый год карусель. Здесь будет сказка, добро, волшебство, Много снежинок и очень тепло. Кремлевская елка праздник подарит. Каждой семье в дом радость доставит. Кремлевская елка. Новогоднее представление. Трансляция из Государственного Кремлевского дворца. 31 декабря в 18.00. Только на телеканале «Карусель». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok